Ремонт дорог Ремонт дорог в нашем муниципальном образовании. Один из них это большой контракт, который связан и с подъездными путями к чемпионату мира. И в то же время, учитывая чемпионат мира, в этом контракте есть дороги, которые находятся непосредственно в самом городе. Это улица Шевченко частично, это улица Самбурова частично, это улица Ленина. Вы, наверное, видите, сейчас поднимаются люки, фрезуются, готовятся к ремонту дорожного покрытия. Это улица Объездная, это все подъездные пути Витязева, Ванапской к тренировочным площадкам. Это то, что касается первого контракта, и он будет выполнен до 15 мая этого года. Второй контракт у нас есть, это ямочный ремонт на территории муниципального образования, то есть всех сельских округов и непосредственно города. Как раз вот здесь много вопросов. К ямочному ремонту приступили в соответствии с графиком три дня назад. Вот, тоже это частично улица Ленина, это улица Владимирская, Астраханская, то есть все, что города касается. Сейчас мы делаем в первую очередь, это делаем для того, чтобы мы могли выйти, вы уже, наверное, видели, мы вышли на разметку в центре, там, где нет ям. Там, где мы сейчас сделаем ямочный ремонт, мы выйдем после этого на разметку дорожной части. Далее, ямочный ремонт будет продолжен и в сельских округах. То есть у нас есть от глав сельских округов списки особо нуждающихся улиц в ямочном ремонте. Эти улицы тоже все в соответствии с графиком будут выполнены. Но ямочный ремонт у нас контракт до конца ноября месяца, то есть мы ямочный ремонт в течение всего года будем делать. Человеку нужно подойти к себе в администрацию и задать вопрос главе, есть ли в списках моя дорога. Конечно, это все, что касается ямочного. Еще один у нас контракт скоро будет заключен, в настоящее время аукционная документация висит на сайте, проходит процедура подготовки к аукциону, там будет конец приема заявок, потом начнется аукцион. Значит, там порядка 45 миллионов сумма этого аукциона. Это ремонт дорог в сельских округах в основном. И несколько дорог, таких, например, улиц, несколько, таких, как, например, промышленная. Вся улица промышленная в этом году у нас попала в аукцион. Промышленная Астраханская в городе, все остальное это сельские округа. Тоже в соответствии, там можно посмотреть, можно выйти на сайт, там висит техническое задание, висит сметы, там все видно, какие улицы, какие объемы, какие суммы, какие улицы в щебне, какие улицы в асфальте. То есть, все это доступно. То есть, вот в течение года у нас три контракта будет на ремонт дорог. А что еще делается в городе и сельских округах, ну вот помимо ремонта дорог? Ну, на сегодняшний день это полностью подготовка идет, это благоустройство, то есть, это озеленение территории, это покос. Подготовка идет фонтанов к открытию мы планируем до 15 апреля, чтобы наши основные фонтаны заработали, так как погодные условия это позволяют. То есть, мы активно готовимся к предстоящим праздникам 1 мая и 9 мая. Как Вы оцениваете, вот тоже одна из, ну уже достопримечательностей города, это ограждение набережной. Как Вы оцениваете ее практичность? Ну, я считаю, что это очень практичный материал. Во всяком случае, все те характеристики, которые мы изучили об этом материале, они говорят только в пользу этого материала, из которого изготовлено ограждение. Поэтому я считаю, что для нас очень важно, что этот материал не подвергается коррозии, этот материал не нужно окрашивать ежегодно. Поэтому я думаю, что он себя покажет очень даже с хорошей стороны. И к вопросам безопасности в городе. Сейчас активно идет обновление разметки и вот особое внимание обратил на пешеходные переходы. Причем, насколько я понимаю, там есть определенная специфика. Красится на два раза, причем краска какая-то особенная. Что планируется, какие сроки и что планируется обновить? Правильно Вы говорите. Мы со вчерашнего дня приступили к выполнению этих работ, потому что эти работы начинаются при определенных погодных условиях, при определенной температуре асфальта. Вот в противном случае краска просто не держится. Это специализированная краска в соответствии с ГОСТом приобретается на специализированных предприятиях. Пешеходные переходы наносятся нашим предприятиям МКУ «Ремстрой». Для того, чтобы меньше тратить бюджетных средств, мы это делаем своими силами. Осевые разметки будет наносить специализированная организация. В общем-то мы ежегодно обновляем весной при наступлении благоприятных условий разметку. Я планирую до 20 мая, так как это еще связано с последним звонком, мы обязательно все это обновим и около школ, садиков, в общем всех учреждений социальных. В общем-то мы, как правило, до 20 мая заканчиваем полностью работы по разметке. Теперь еще я хотела бы сказать вам по бордюрной разметке. Вы, наверное, обратили внимание, что в последние годы у нас была разметка бордюров. Но, к сожалению, это не совсем, это красиво в первую неделю, а потом это приобретает не совсем ухоженный вид. Когда в течение использования, эксплуатации и какая-то пыль попадает, и грязь, и, в общем-то, краска имеет свойство нарушаться. Мы в этом году приняли решение и в центре города, мы сегодня уже начали эти работы, мы окрасим бордюры в единый серый цвет. Краску мы уже подготовили. Естественно, это не масляная краска, это специализированная краска, тоже дорожная. Поэтому вот сегодня начались уже эти работы, у нас будут единообразные, но свежие, чистые бордюры. Интересно. А как идет реализация программы «Комфортная городская среда»? Тоже в этом году, во второй половине года мы будем активно заниматься этим, я имею в виду, это уже будут общестроительные работы. На сегодняшний день мы получили сметы от проектировщиков, и мы сейчас в процессе прохождения экспертизы проектно-сметной документации в краевом предприятии. Как только мы пройдем экспертизу, получим положительное заключение экспертизы, что предположительно будет в середине мая, мы объявим аукцион. И, в общем-то, после того, как будет выбран подрядчик, мы приступим к этим работам и планируем до конца октября завершить эти работы. Вошло 22 дома, 10 дворов и 2 общественные территории. В соответствии с финансированием мы посмотрим, на что хватит. В первую очередь мы, конечно же, отдадим средства на дворовые территории для наших жителей. И посмотрим по цене, какая из этих двух территорий, которые у нас победили, чуть дешевле будет. Что по цене подойдет, в этом году будет обязательно выполнено. То есть осталось ждать совсем немного? Совсем немного, да. С июня месяца, я думаю, в середину июня мы уже приступим к реализации. А как идет работа по созданию музея военной техники? Да, в этом году у нас, мы подготовили действительно тоже такой сюрприз для жителей и гостей. Мы создаем музей военной техники на Симферопольском шоссе. Это въезд и выезд в город. То есть даже те, кто не смогут посетить, например, его, но проезжая, обязательно каждый практически приезжающий в город, въезжающий, выезжающий, все увидят. Вот, на сегодняшний день мы уже отсыпали 8 площадок под предполагаемую технику. Также мы там сейчас отсыпаем территорию стоянки для автомобилей и автобусов и дорогу. Но мы не только ее отсыпаем, на следующей неделе мы приступим к кормированию и бетонированию всей этой территории, площадок и стоянки с дорогой. И этот бетон еще будет отшлифован, будет делать это все специализированная организация, отшлифован. То есть это будет долговечно, эстетически очень привлекательно. В общем-то, числа с 25 мая мы готовы будем для завоза уже техники. У нас вот недавно прошел Секубанский субботник. Как вы оцениваете его итоги и вот насколько активное население включалось в работу по наведению порядка? Ну, очень активное было участие в этом году, как никогда. Может быть, сказалось, что погодные условия были очень хорошие в этот день, но очень много поучаствовало наших ТОСов, улицы и там, где частный сектор. Люди выходили, люди очищали все свои придворовые территории, в сельских округах очень активно участвовали. В общем-то, в этом году очищено территории, ну, я хочу вам сказать, наверное, процентов на 30 больше, чем в прошлом году. Выходили на поля и здесь, и в 3Б микрорайоне, все лесополосы. Но это у нас не только один день. Вообще, это объявлен же месячник, субботник месячный всекубанский. Поэтому каждые практически 2 недели мы будем выходить на зачистку территории. В общем, у каждого еще есть шанс поучаствовать и ввести свой вклад в наведение порядка в городе. Как она поготовится к курортному сезону? Что уже сделано? Что еще в планах? Чем может быть удивить туристов в этом году? В принципе, то, что я рассказываю, это и есть подкодовка к курортному сезону, да? Я думаю, что к нам много гостей приедет в город. Поэтому в основном мы готовимся сейчас к этому. Вы видели, что у нас заканчивается асфальтирование дорожки на Пионерском проспекте. Сейчас мы выйдем с благоустройством вдоль этой дорожки. Заасфальтировать это же полдела, правильно? Построить саму дорожку. Теперь мы будем подсыпать грунт, подсыпать траву, сеять, благоустройство вокруг этой дорожки. Нанесем разметку велосипедную, установим знаки. В общем-то, эти работы, то, что касается велосипедной дорожки. Далее. У нас в этом году к курортному сезону для анапчан и гостей города тоже есть своего рода подарок. Мы установим новую въездную стеллу со стороны Новороссийска. В настоящее время уже залили фундамент для нее в течение недели. Он будет стоять в соответствии с нормами, которые предусмотрены. И после этого будет уже монтаж непосредственно самой стеллы. Она будет световая, с серьезной подсветкой. Стелла будет большая, 6-метровая. Ну, в общем-то, я думаю, что гостям и жителям очень понравится. Мы активно, еще плюс к тому, что мы делаем обычно, активно мы, может быть, вы заметили, декоративно освещаем улицы. В этом году мы заменили освещение на Симферопольском шоссе. Установили освещение декоративное на улице Шевченко. Сейчас мы готовим уже макеты. Также мы осветим улицу Промышленную Чехова. То есть не саму улицу Чехова, а вот этот поворот Промышленная Чехова от Анапского шоссе по объездной и до улицы Астраханской. То есть это тоже въезд в город, можно сказать, альтернативный. Если наши гости, например, приезжают с Анапского шоссе, въезжают сюда и поехали в сторону Утреша, они точно так же будут видеть эту иллюминацию. Спасибо большое. Главное, чтобы у вас хватило сил. Спасибо. Без огромного объема работы сделать. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.